Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, меня зовут Иванов Константин, мы на Первом Медканале, и мы сегодня собрались, как обычно, подискутировать и поговорить на, как обычно, серьезный вопрос, обсудить серьезную тему взаимодействия медицинской организации со СМИ. Решить представить вам заместителя главного врача по педиатрии Ивановской областной клинической больницы, кандидата медицинских наук в Москвину Светлану Сергеевну и специалиста в области медицинского права и урегулирования споров по качеству оказания медицинских услуг Гриценку Ирину Юрьевну. С вашего позволения, мы сегодня сделаем следующим образом. Мы сделаем по 15 минут вашего представления, вашего доклада, потом подискутируем и, разумеется, соберем вопросы, которые вы нам хотите задать, и на них все вместе постараемся ответить. Светлана Сергеевна, пожалуйста, слово вам. Добрый день, уважаемые коллеги. Я сегодня бы хотела сосветить тему взаимодействия медицинской организации со СМИ. Вначале хочу немного о законодательной базе рассказать. Медицинская организация обязана информировать население об объеме, перечне видах медицинских услуг. Это рекламентирует три законодательных акта. 323 – Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, 326 – об обязательном медицинском страховании, и приказ Министерства здравоохранения 956Н, который регламентирует независимую оценку качества медицинских услуг. Среди врачебного сообщества в настоящий момент распространено мнение, что поликлиники и больницы являются достаточно закрытыми, тихими и непубличными сферами. Но в последние годы мы видим, что тенденция такова – пациенты хотят получать больше медицинской информации, хотят получать качественную медицинскую информацию. Но с другой стороны, мы видим и активность СМИ, которые очень резко реагируют на негативные события в медицинских сообществах и, конечно, ищут всегда острый инфоповод, чтобы поднять свои рейтинги. И с данной точки зрения необходимо управлять потоком информации медицинской организации в необходимое русло. Конечно, встает вопрос, кто этим должен заниматься в медицинской организации. Секретарь главного врача, организационно-методический отдел, заместитель по лечебной работе или просто какой-либо активный врач. Конечно, во многих учреждениях, особенно в крупных, формируется пресс-служба. Не такие крупные учреждения формируют и вводят в штат пресс-секретаря. И очень важно определить круг функциональных обязанностей пресс-секретаря. И на данном слайде как раз представлены основные обязанности данной службы или человека, который курирует этот раздел. Среди основных функций – это проведение пиар-мероприятий. Например, день здоровья, день ребенка, день кардиолога, день борьбы с диабетом. Для каждой организации формируется свой перечень так называемых инфоповодов, в разрезе которых можно преподнести медицинскую информацию об организации до конечного потребителя, то есть до пациента. Также основная функция – это создание положительного образа медицинской организации. Как я уже упоминала ранее, сейчас очень много происходит и покушений на врачей, и врачебных ошибок, и другие негативные события в медицинской организации. Важно мониторировать средства массовой информации, чтобы видеть, вышло ли событие из медицинской организации в публичную плоскость. И правильно и своевременно реагировать на выход данного события. Как правило, в течение 3-6 часов оптимально, чтобы подать официальную точку зрения, так скажем, из первого источника от медицинской организации. Необходимо помнить, что новости, как правило, живут в течение суток, 24 часа. Поэтому важно информацию подать в кратчайшие сроки. Особенно если вы видите, что СМИ начинает передергивать представленные факты и уходить в плоскость негатива для медицинской организации, не отображая действительных событий. Также основная функция пресс-секретаря – это активное распространение новостной информации. Сейчас многие больницы выходят в социальные сети, и новое направление – это СММ, распространение информации через социальные сети. И пресс-секретарь или пресс-служба, как правило, формирует новостной контент в социальных сетях. Размещает, подготавливает, согласовывает новостные блоки. Конечно, это ведение сайта медицинской организации, размещение своевременной информации и дублирование ее в соцсетях, как сказала ранее. Это основные обязанности. Итак, подведем еще раз итог. Это формирование положительного образа медицинской организации, отслеживание информации о медицинской организации в публичной плоскости, своевременное реагирование на негативную информацию и создание инфоповодов. Все чаще медицинским организациям приходится сталкиваться с конфликтными ситуациями. И для администрации, конечно, это всегда стрессовая ситуация, когда приходится выходить под камеры и сообщать информацию. И давайте посмотрим, как необходимо предоставлять информацию, в каком разрезе и ключе. Если произошло негативное событие в медицинской организации и вас просят дать интервью, то в интервью необходимо сообщить сам факт события, что, где, когда произошло, но не уделять этому особо большое количество времени, процентов 10 времени. Остальное должно быть расписано на то, как происходит устранение данного негативного события. Можно использовать такие фразы, как «ситуация находится под контролем», «предпринято все необходимые меры», «действие негативного фактора устранено». Дальше необходимо сообщить о предпринимаемых мерах и информировать о начале проверки и установлении ответственных лиц. Если это необходимо, то сообщить, как часто будет даваться информация о событии. Как пример, если происходит какая-либо чрезвычайная ситуация с пострадавшими, то большинство СМИ запрашивает информацию о состоянии здоровья пострадавших и медицинской организации, чтобы ее не мучили этими запросами, но и чтобы предоставляли сеть. Необходимо определить промежуток времени, через который будет даваться медицинской информации о состоянии здоровья пациентов. Необходимо помнить, что не так часто, конечно, у нас случаются какие-либо экстренные ситуации, которые требуют интервью на камеру или сообщения официального. Как правило, делается запрос СМИ достаточно часто в медицинские организации, и приходится отвечать на них. И необходимо помнить, что на запрос СМИ дается в течение 7 рабочих дней. Есть ли возможность отказаться у медицинской организации от ответа на запрос? Есть. Если это представляет государственную тайну, коммерческую тайну или любую охраняемую законом тайну, ну, также врачебную тайну, что особенно актуально для медицинских организаций. Если на запрос у вас нет достаточного времени, то есть 7 дней вам недостаточно, в течение 3 дней вы должны подать информацию в редакцию, от которой пришел запрос, о том, что вы продляете срок ответа и указать дату. Если вы на запрос не отвечаете в соответствии с наличием тайны, тогда в течение 3-х дневных срок вы также должны сообщить о данном, сообщить информацию в редакцию, им ответить, что в связи с тайной вы не имеете права предоставить им информацию необходимую. И в заключение, уважаемые коллеги, хочу напомнить, что у нас в критерии оценки глав субъектов Российской Федерации включено всего лишь 3 показателя медицинских. Это ожидаемая продолжительность жизни, суммарный коэффициент рождаемости и удовлетворенность населения медицинской помощи. Так вот, удовлетворенность населения медицинской помощи напрямую зависит от того, насколько качественно, достоверно и своевременно медицинская организация предоставляет информацию. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Вы знаете, я сейчас прям буквально тезисно постараюсь обрисовать самые главные актуальные вещи, которые вы озвучили. Но прежде всего, если мы говорим о пресс-службе и пресс-секретаре, это немножко разные вещи. Особенно, если это полноценная команда, как вы уже совершенно справедливо озвучили, в этой команде должен быть человек, который занимается СММ продвижением. Очень часто, очень трудно подготовить не то, что пресс-секретаря, а отдельного человека, который занимается социальными сетями. Потому что это вообще целое отдельное направление, которое чрезвычайно важно и которое выстраивает репутацию вашего центра. Но меня зацепило немножко другое. Достоверно, да, все правильно. Потому что, к сожалению, мы сейчас уходим от основного принципа журналистики. Это я вам говорю и как врач, и как журналист. То, что мы должны говорить всегда правду. Ну, или стараться ее найти, эту правду. И должны быть хотя бы два источника, которые могут подтвердить ваши слова. Вот если бы сейчас перед вами сидел профессор из Бостона, он бы задал вам один, всего лишь один вопрос. Да, если случилось негативное событие, то вот вы говорите, надо очень кратенько его осветить. То, что вы сказали, что его нужно осветить, это уже чудесно. Но вот во всех зарубежных клиниках, и как пример я, конечно, возьму клинику Мэйю, первое, что там стоит, это прозрачность материала. И если ты заходишь, ты читаешь отзывы, у них 75% положительных отзывов, но 25% обязательно будут негативные отзывы, которые они будут обязательно разбирать. Пройдитесь по любому нашему национальному центру, и вы этого не увидите. И лично вот если бы я пришел и стал бы читать, в том числе и отзывы в социальных сетях, меня бы это возбудило точно, будораживающий мой постоянно мозг. И я бы задумался, а почему так происходит. Наверное, что-то здесь не так. Но это вот к теме дискуссии. Напоминаю, что у нас сегодня в студии еще Ирина Юрьевна Гриценко, специалист в области медицинского права и урегулирования споров по качеству оказания медицинских услуг. Слово вам. Спасибо большое. Я еще добавлю к тому, что я специалист в области. Работать со спорами я еще адвокат, поэтому у меня сегодня, ну, я буду рассказывать о своих коллегах-журналистах, поэтому я к вопросу журналистики подошла, ну, с такой, знаете, адвокатской практикой. Я решила сначала рассмотреть, кто такие журналисты, да, вот как субъект права. Потому что прежде чем начинать с кем-либо спорить, либо вступать в какие-то взаимоотношения, естественно, я должна понять, какие права есть у журналиста. Потому что он, да, он умеет меня право спросить, ну, как-то узнали я отвечать или нет, да, вот это очень важно. Поэтому с точки зрения освещения я решила посмотреть, во-первых, какими законодательными средствами, законодательными нормами регулируется у нас эта деятельность, вообще и деятельность, и взаимодействие со СМИ. Естественно, я повторюсь у своих коллег, да, это закон об основах здоровья граждан Российской Федерации и закон о средствах массовой информации. Причем, как правило, от журналистов я слышу только про первый закон, на основании которого они могут все. Разумеется. Как правило, они приходят, показывают свою корочку и говорят, вы должны говорить правду, вот как только что вы это сказали. И только правду, да. И только правда. Вот, поэтому, если мы обращаемся к этому пункту, то мы, естественно, видим, что он имеет право журналист, он имеет право посещать учреждения, искать, запрашивать, получать, распространять информацию, быть принятым должностными лицами, получать доступ к документам, копировать их, оглашать, иным способом воспроизводить, производить записи. То есть фактически вот это весь полный спектр услуг, который, извините, весь полный спектр возможностей, которые могут осуществляться. В данном случае я задумалась о том, что же все-таки должен предоставить. Естественно, журналист, когда входит в медицинское учреждение, он должен предоставить свою корочку. Потому что было понятно, с каким средством массовой информации мы будем общаться. Пресс-карту? Пресс-карту это абсолютно нормально попросить у человека. Потому что когда тебе задают вопросы, должен понимать, куда дальше эта информация пойдет. И, естественно, журналист, если мы от него попросим, он обязан предоставить информацию о том, для каких целей он задает эти вопросы. Потому что от этого достаточно часто зависит то, как мы на это будем реагировать и как мы на это будем отвечать. Я просто, когда вот сейчас говорю о таких вот теоретических выкладках, я вспоминаю свой опыт общения с журналистами. У меня он есть и как положительный, так и отрицательный. Да, положительный, естественно, когда, допустим, вот сейчас я вступила в уголовное дело, я приняла за счету врача по делу, в котором, знаете, когда я прочитала обвинение, я просто, честно говоря, сначала не поверила своим глазам, что можно по части второй статьи 109, это причинение смерти по неосторожности в ходе осуществления профессиональной деятельности, обвинить не одного, а двух врачей, причем написать, что они это сделали в сговоре. ОПГ? Да, вот понимаете, к врачам уже пытаются это применить. И я, как человек, который защищает, я думаю, неужели, если это сейчас в каком-то виде хотя бы пройдет, в следствии, в прокуратуре, это же будет складываться практика. Поэтому, естественно, я начинаю думать о том, о каким образом помочь, как придать этому делу какой-то более широкий спектр резонанс, чтобы на это люди услышали, увидели и стали реагировать. То есть это вопрос положительного реагирования. Максимальная глазка. Максимальная глазка. Существует противоположная ситуация, когда я, наоборот, уступаю, допустим, пациент, агрессивно пытается в средствах массовой информации насадить информацию, у нас идет судебный процесс, да, и, естественно, они под видом, допустим, звонят, говорят, что мы собираемся приехать на подписание мирового соглашения, вместо этого я смотрю, возле нашего офиса стоят журналисты с камерой, с моим пациентом, там, с двумя адвокатами с той стороны, и я понимаю, что сейчас они зайдут, и мы не будем решать дело о мировом соглашении, они, наоборот, будут всячески провоцировать меня, соответственно, моего, в данном случае, по гражданскому делу, доверителя, врача, и клинику в том, чтобы мы совершили какие-то действия на камеру, чтобы нас потом пока показать в неблагоприятном свете, да, и здесь, естественно, что я делаю, я выхожу, да, я не пускаю их в помещение, я говорю о том, что извините, у нас порядок, в состоянии врачебная тайна накладывает на нас определенные обязанности, мы не можем без вашего письменного согласия, обращаясь к пациенту, сказать о том, что что-либо на камеру, поэтому, если вы готовы сейчас мне подписать, я беру сразу бланк, говорю, подпишите, и тогда мы будем говорить. Пациенты, как правило, отказывают что-либо подписывать, потому что это такая достаточно стрессовая ситуация, и они, естественно, думают, мало ли, что-то мы там написали, при этом я сразу на камеру говорю, смотрите, мы придерживаемся закона, мы не имеем права распространять сведения, поэтому извините, пожалуйста, никаких комментариев мы вам давать просто не будем, просто не можем. Ну, это я вот, чтобы свою теорию немножко разбавить практикой, да, бывают разные способы общения, поэтому очень важно вначале идентифицировать, кто вообще перед тобой, потому что, опять же, на открытость медицинского учреждения, я считаю, что должна быть адекватная открытость журналиста, потому что если ты хочешь представить просто это как жареные факты, то мне, как медучреждению, как представителю врача это совершенно не нужно, потому что моя-то задача донести правду как максимального количества людей и публики. Позвольте, я немножко суммирую сейчас, поскольку это чрезвычайно важно, то, что вы озвучили. Каждый хороший журналист, я вам хочу сказать, что прежде всего это хороший психолог. Так вот, и со стороны медучреждения, со стороны адвоката надо быть таким же хорошим психологом, чтобы понимать, кто к тебе пришел. Провоцировать тебя пришел человек и потом нарезать из твоего интервью все, что угодно. Либо он пришел, опять же, за истиной, потому что ему нужны факты. И ты можешь ему доверять, извините. Да, я очень люблю дискуссию. Мы еще к ней вернемся, да. Да, и вот, значит, в продолжении, естественно, также я ссылаюсь в свои, хотела бы обратить внимание на то, что у нас есть закон об основах охраны здоровья граждан, и там статья 13, причем, начиная 10 лет назад работать в медицинском праве, я тогда думала, господи, нам эта врачебная тайна так мешает, мы ни то не можем, ни все не можем. А сейчас, спустя 10 лет, я считаю, что это наше спасение, потому что, ну, как бы у нас есть хотя бы определенный лаг по времени, чтобы подумать, как правильно преподнести информацию, потому что у нас есть вот это вот ограничение, и пока мы с ним как-то вот работаем и принимаем решение о том, как правильно поступить, мы как бы выстраиваем свою позицию. Соответственно, работая со СМИ, мы должны придерживаться этого принципа врачебной тайны, соблюдать, в принципе, профессиональные деловые этики, что очень важно, потому что в любом случае, о чем бы вы ни говорили, потому что вы являетесь врачами, вы должны в первую очередь соблюдать кодекс этики врача. Я, допустим, по себе знаю, что я должна соблюдать кодекс этики адвоката, да, и ни в коем случае я не имею права говорить ни о своем пациенте, да, и о своих коллегах каких-то уничтожительных и каких-то термин, да, потому что все мы, как бы, люди, все мы, ну, как бы, находимся в одном правовом поле, пока не доказана чья-либо вина, нельзя говорить, как вот так вот именно прям полевая человека грязью. Поэтому всегда, если ты общаешься, необходимо придерживаться этих правил, да, при этом также следует соблюдать требования уголовно-процессуального законодательства, потому что, опять же, обращаясь к сегодняшнему дню, да, если у нас человек находится под следствием, как бы он не хотел там рассказать о чем-то, у него, как бы, налагаются у него определенные требования, потому что это УПК, и разглашение каких-либо сведений, относящихся к государственной тайне, тайне следствия, она действительно потом может еще и негативно повлиять, поэтому защита должна быть адекватная. И, конечно же, принцип того, что, когда если с тобой агрессивно общаются, не стоит на это реагировать, необходимо внутри медицинского учреждения готовить позицию, которую вы собираетесь озвучить, потому что очень важно, когда происходит тем более событие внутри медицинского учреждения, чтобы не получилось так, что главный врач нам говорит одну позицию, само лицо там врач, деятельность которого ставится под сомнение другую, коллектив третью, это показывает разобщенность и позволяет, наоборот, как бы показать в негативном свете медицинского учреждения, что в данном случае это, конечно, путь в никуда. При этом, конечно, хотелось бы сказать, что любая информация, которая предоставляется, она должна быть адекватная, предоставляться в соответствии с требованием закона о сроках, как было сказано. И при этом обязательно помнить, что все-таки существует ответственность. Я как адвокат не могу про это умолчать. У нас есть ответственность за несублюдение врачебной тайны, это административная ответственность. И она налагает обязанности не разглашать информацию, доступ к которой ограничен федеральным законом. В данном случае у нас возможна ответственность в размере штрафа. А также существует еще, есть статья в Уголовном кодексе 137. Она достаточно, конечно, сложная для доказывания, но все-таки она существует, что у нас есть ограничения за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица. И сюда может входить все, личная жизнь и врачебная информация, медицинские данные. Понятно, что здесь вопрос уже стоит доказанный, как это потом в последующем повлияло. Но все-таки нужно понимать, что там, где у нас начинаются права, начинаются наши обязанности. И права обязанностей других лиц необходимо соблюдать. И учитывая всю ситуацию в последнее время, естественно, ориентироваться на требования законодательства. Очень важно, хотела бы сказать, еще по социальным сетям. Неоднократно давала и комментарии, и вот эта вот острая тема, потому что я знаю, в нашей жизни, видите, вот моя, на 50% состоит в том, что я как бы сидя в судебном заседании, я сижу и еще что-то пытаюсь там написать своим либо коллегам, либо еще что-то. Точно так же я понимаю, врачи, они общаются, пересылают какие-то вопросы. Хотелось бы сказать, что, естественно, передача информации в социальных сетях, там, где имеет доступ большое количество людей, оно, конечно, налагает на себя определенные обязательства. То есть информацию, если ты распространяешься, необходимо убрать всю информацию, которая позволяет идентифицировать себе лицо, и уж тем более убрать все фотографии, если это лицо не согласно, если пациент не согласен на распространение этой информации. Один из таких моментов, который был, когда врач разместил фотографию людей, которым осуществлял, ну, допустим, отнимал ногу, да, там, в ходе операции, очень долго обсуждалось, имел он право вообще это разместить или нет. С правовой точки зрения нет, потому что на фотографии, естественно, можно сразу идентифицировать лицо, и как бы распространение этих сведений, оно запрещено. Другой момент, что он под этим хотел? Он хотел посоветоваться с коллегами, он хотел как-то получить, либо получить какую-то известность, еще что-то. Но, вот где она была, здесь вот начинались права другого человека, нужно было здесь остановиться, я полагаю. Он не имел права это делать, такого как бы общественного, принимая это общественные такие социальные сети и распространяя информацию. Что хотелось бы обязательно подчеркнуть, что вот если про общение, я также свою коллегу подтвержу, что очень важно, как вы говорите. Я, честно говоря, учусь этому уже на протяжении всего времени, причем, когда я говорю, потом я смотрю свои же интервью, понимаю, что я говорила вообще по-другому, понимаю, что нужно говорить еще яснее, еще короче, чтобы это было как бы невозможно подкорректировать. Но вначале у меня был такой, в моей практике, когда я давала интервью, допустим, комментировала какие-то события, вечером мне звонили мои коллеги, говорят, мы тебя видели. Я говорю, ну хорошо, я там вся такая гордая. А я говорю, ты сильно расстроилась, что так ошиблась. Я спрошу, а где я ошиблась? Он говорит, ну зайди, посмотри, захожу, смотрю, а там, когда я им даю комментарии, половину убрали. Получился смысл совершенно другой, вплоть до абсолютно с черное на белое. Я понимала, что здесь я не очень корректно выразилась, потому что нужно было говорить более кратко, более понятно и отвечать на вопросы не да, нет, не знаю, а отвечать на эти вопросы скорее, начиная с вопроса самого, его перефразировать, чтобы можно было понять, на что я даю комментарии. И вот этому, наверное, нужно основным правилом, может быть, даже зафиксировать в рамках медицинского учреждения те люди, которые говорят, им нужно это как бы помогать, научиться это делать, потому что это практика, да, это действительно приходит не так, что ты прочитал какую-то умную книжку, а ты должен говорить, 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 научиться параллельно думать и говорить. Вот, наверное, я бы то, что хотелось сегодня сказать. Как раз подвели меня к тому, что мы сейчас можем потихонечку вступить в дискуссию. Вот основные темы дискуссии. Смотрите, вы сами сказали о том, что, ну, во-первых, просто так научиться говорить невозможно, для этого нужно учиться, и для этого должна быть практика. Это я вам абсолютно честно говорю, как человек, который говорит всегда и много. Более того, вот очень интересный вопрос как раз. Кто же все-таки должен выступать за клинику? Кому дать вот эти полномочия и какому человеку можно доверять? Я очень давно говорю о том, что в целом пора бы вводить понятие медицинской журналистики, потому что есть понятие спортивной журналистики, которое мне не совсем понятно, да, но мы, тем не менее, мы привыкли, что есть комментатор, и он может любое спортивное событие осветить так, что нам будет это интересно. Медицина – это очень тонкое понятие, очень тонкая наука, очень тонкое ремесло, как хотите, начиная от того, как мы подаем информацию, и заканчивая, насколько человек подкован и заинтересован в той же организации, где он работает. У меня сейчас, вот, Ирина Юрьевна, к вам вопрос, потому что вы подняли вопрос социальных сетей, и я, честно, до конца всегда не до конца, вернее, разобрался, вот именно в этой истории. Ну, хорошо, вот есть доктор, он разместил даже фотографию, условно говоря, и там лицо узнаваемо пациента. Насколько в реальной практике, это не речь про 3-5 тысяч рублей, насколько в реальной практике этот пациент подает в суд и выигрывает дело? Знаете, слава богу, у нас на сегодняшний день очень небольшая практика по привлечению медицинских учреждений к ответственности именно за такие события, потому что пациенты, ну, во-первых, не отслеживают, а когда отслеживают, ну, не все, мягко говоря, идут и жалуются. У нас нет такого, что, ну, вероятность не очень высока. Однако, при доказывании, еще что может быть останавливает пациентов, потому что тебе необходимо, помимо просто сказать, что твои права нарушены, необходимо чаще всего доказать, какие негативные последствия для тебя это повлекло. Потому что у нас процесс держится на две части. Можно разделить, да, есть административная ответственность, но для этого должна прийти контролирующая служба, а не конкретный пациент проверить тебя, но, как правило, они не проверяют информацию в социальных сетях. Пациент может обратиться в суд, скорее всего, в рамках гражданского процесса. И в рамках любого гражданского процесса при доказывании, что его права нарушены, необходимо не просто доказать нарушение самого права, но и доказать еще, как это усугубило ваше положение. Это сложнее всего сделать, поэтому большой практики на сегодняшний день нет. Более того, даже если и привлекают медицинские учреждения, то, что нарушают права пациента, все-таки ответственность пока что не очень большая в виде морального вреда, она присутствует именно 5-10 тысяч, ну, все-таки не больше. Поэтому наше счастье, что нет большой судебной практики по этому вопросу. Но это только сегодня нет. Допустим, действия активности пациента в этом направлении по этой судебной практике. Вообще, на самом деле, вопрос весьма актуальный. Я думаю, что не за горами все-таки, что лет через 5-7-10 у нас будет активна и такая практика. Я почти убежден, это так же, как и связано с интеллектуальной собственностью. Мы тоже к этому вернемся вопросу. Светлана Сергеевна, вот как, на ваш взгляд, все-таки, вот если во главе угла ставить того специалиста, который пишет пост и пресс-релизы, что является отдельным искусством, который дает комментарии, вот, в прямом эфире в том числе, как подготовить такого человека, на ваш взгляд? Способен ли на это врач без дополнительной подготовки? Или способен ли на это журналист, у которого нет медицинского образования? Константин, на самом деле вопрос очень интересный и дискутабельный, да, на него, мне кажется, однозначно не ответишь. Единственное, что врач без специальной подготовки не может достаточно качественно просто объяснить ситуацию немедицинским языком. То есть, как правило, мы, например, сталкиваемся с тем, что если мы просим врача дать комментарий для пациентской публики, да, то это заканчивается какими-либо терминологиями. Поэтому очень важно вносить информацию до пациента просто. Если мы берем в качестве, так скажем, представителя информационного, да, у медицинской организации просто журналиста, то журналист должен, он может быть и без медицинского образования, но он должен быть настолько погружен в эту среду, что знать основные моменты, во-первых. Во-вторых, все пресс-релизы, которые им готовятся, комментарии, которые должны согласовываться с врачебным сообществом в обязательном порядке. То есть, не только с главным врачом, например, да, но и профессионал, который является инициатором, например, этого выступления, да, но, например, тот же пресс-релиз о внедрении нового метода какого-либо хирургического лечения. Главный врач в нем не сильно ориентируется, например, журналист, тем более, здесь необходим взгляд именно профессионала. Но вот здесь очень тонкий момент, вы же понимаете, что, как мы подняли вопрос, вопрос психологии в медицине и журналистике юрспруденции очень важен, очень важен. В принципе, все строится во многом, особенно, когда мы говорим про информацию на чисто человеческих взаимоотношениях. И я полагаю, допускаю, что далеко не каждый журналист, учитывая специфику и общение в медицинском мире, знает, как, например, подойти и взять интервью у академика. Конечно, чтобы оно было интересно. Во-первых, чтобы оно было интересно, и во-вторых, чтобы он хоть как-то его заинтересовал, а не вышел и сказал, ну, скупердяя, с ним невозможно говорить. Вот эта тонкость момента. То есть, вот все-таки, если мы говорим про понятие медицинской журналистики, опять же, вот ваше мнение обеих, мне действительно очень интересно. Как нам подготовить? Лично я считаю, что это исконно должен быть, наверное, врач, который получает, либо второе высшее образование, и уже занимается. У меня есть свое мнение, поэтому вопрос. Вот, например. Либо он обладает, либо он обладает, либо наоборот. Хорошо, это журналист, который действительно попадает в эту среду медицинскую, и он действительно взахлеб, что говорят, начинает этому обучиваться. Нарабатывает. Но еще такой вариант, Константин, почему это должен быть обязательно врач? Мне кажется, у нас уже есть средний медицинский персонал, так скажем, да, кто обучается в медицинских колледжах, там непродолжительное время, да, там 3-4 года обучения у них идет. Почему бы именно в этом направлении со средним медицинским персоналом не развивать медицинскую журналистику, так скажем? Это не обязательно должен быть врач. Светлана Сергеевна, но сложный вопрос, я хочу сказать, потому что, если мы говорим всецело вообще о медицинском сообществе, то тут у нас достаточно проблем, потому что когорта уважаемых врачей, она не такая большая, у нас все чаще и чаще, к сожалению, мы говорим о том, что у нас есть большие проблемы. И самая большая проблема, очевидно, для нас всех, это проблема образования. И о чем бы мы можем говорить, если у нас большое количество врачей, врачей, я подчеркну, до сих пор, не то чтобы я про свободный английский говорю, они не читают статьи на английском языке. Так вот, как вы себе представляете средний медперсонал, без свободного знания языка, который еще должен свободно говорить, свободно владеть, свободно владеть своими эмоциями, вовремя писать прессы, пост-релизы. Вот. Не думаю, что вот лично я, я не думаю, что мы пока к этому готовы. Ирина Юрин, как вы считаете? Знаете, я, наверное, сейчас расскажу такой небольшой опыт, потому что вот вы сейчас, создавая вопросы журналистики, я освоила свой опыт, как я воспитываю фактически юристов в медицинском праве, да, потому что я изначально, я думала, когда я поняла, что мне необходимо брать на работу и работать с юристами, которые будут представлять интерес медицинского учреждения или пациента в суде, я ставила вопрос, начинать, чтобы обязательно искать, чтобы они были врачами, или они должны быть в первую очередь юристами. Знаете, к чему я пришла? Да. Я думаю, что они обязательно должны быть юристами, потому что когда ты приходишь в суд и разговариваешь с судьей, если ты ей показываешь, что ты сильно умнее ее, тем более начинаешь сыпать какими-нибудь терминами, в этот момент ты можешь считать, что ты проиграл заранее, потому что она найдет любой способ, чтобы тебя... Наш суд, самый гуманный суд в мире, да. Поэтому ты должен говорить с ней на одном языке, на одном языке чаще всего может говорить юрист, который является хорошим процессуалистом, но... То есть Макеавелли не стоит цитировать, да? Однозначно. Но особенность заключается в том, что мы работаем, допустим, сейчас в большом коллективе юристы и эксперты. То есть мы каждый день общаемся, обсуждаем какие-то медицинские вопросы. И юристы, которые пришли, допустим, в нашу команду, они уже... для них термины, они начинают оперировать этими терминами, они вводят их в свой язык постепенно. Да, через 3 месяца я их не выпущу, суть для того, чтобы они представляли интересы. Но через 6 месяцев я готова их отпускать от них, потому что они уже этот Вакеавелли для себя освоили. Они в рамках конкретного дела уже с экспертом 100 раз обсудили, как нужно правильно выстроить позицию. И в результате я пришла к выводу о том, чтобы они сильно не умничали, а нужно именно, чтобы они были юристами. Поэтому с точки зрения журналистики, чтобы люди поняли, о чем вообще идет речь. Я понимаю, насколько у нас талантливые юристы, потому что вспоминая свой первый год обучения в медицинском университете, до 5 утра ежедневно пытаясь запомнить хотя бы треть из тех латинских названий, которые существуют, то у вас они способны это сделать за 6 месяцев. Понимаете, это такой талант. Юрист наша Анна Вамонова, она ей в каком-то заседании аж оппоненты подошли и сказали, ну конечно, мы же в отличие от вас, не врачи. Я говорю, надеюсь, ты не созналась, что ты просто хороший юрист. Светлана Сергеевна, вот если говорить про социальные сети, очень важный аспект, когда ты заходишь, так сказать, если уже мы используем современную терминологию, ты должен создавать определенные коллаборации, то есть иным языком ты должен подружиться с определенными сообществами. Насколько тяжело войти в современные медицинские сообщества, чтобы тебя там не просто восприняли, а тебя в том числе тоже говорили, что вот есть, существует такая чудесная Ивановская больница, вот там можно полечить вот это, вот это, вот это, вот это. Потому что, как правило, это определенные закрытые группы, которые пиарят сами себя все-таки, прежде всего. Такой коллегиальный дух, но дружественный только для себя. Насколько трудно войти в такие группы? Знаете, насколько трудно, не могу сейчас ответить, насколько трудно, потому что у меня такого опыта нет вхождения в какие-либо группы, в частности, от Ивановской областной больницы. Мне бы хотелось, знаете, какую тему затронуть? Например, что у нас должностные лица, те же представители администрации больниц, как правило, у них зарегистрированы странички в социальных сетях. Сейчас все активно являются пользователем социальных сетей и очень часто сталкиваясь с тем, что личное мнение какого-либо должностного лица журналисты впоследствии берут и представляют как официальную позицию медицинской организации, то есть берут из социальных сетей. Вот это хотелось бы тему затронуть. Поэтому должностным лицам, представителям администрации, представителям органов госвласти, департамента здравоохранения, необходимо осознавать степень своей ответственности, когда они размещают информацию на своей личной странице рабочего характера. И знать, что это выходит в публичную плоскость, значит СМИ может в полной мере взять этот комментарий, взять эту информацию и сделать репортаж в ту сторону, которая им будет угодно. Но это не будет являться на самом деле официальной позицией медицинской организации, за которую это будет выдано. Ирина Юрьевна, как к этой ситуации относиться? Потому что, поясню, дает комментарий некий главный врач какой-то условно больницы. Любой обыватель, не журналист, не адвокат, не врач, он просто читает эту информацию. Он заведомо, заходя на эту страницу, понимает, что это главный врач этого учреждения. Ну понятно, разумеется, что он думает, что это комментарий. Если особенно не написано, это исключительно мое личное мнение. Ну и даже если так написано, все равно решает официальная позиция. Как к этому относиться? Вот журналист, если действительно берет и трактует эти данные как официальное заявление больницы, юридически, что с этим можно сделать? Я бы, наверное, так сказала, что когда вы занимаете определенную должность, вы должны понимать ту меру ответственности, которая на вас существует. Поэтому должностные лица должны начинать с того, что если не могут удержаться от того, чтобы написать какие-либо комментарии, то нужно, по крайней мере, взять человека или поменить в обязанность кому-либо из людей, которые работают в больнице, чтобы они каким-то образом мониторили то, что там выходит и хотя бы говорили о том, что оп, не надо, не надо, давайте этот комментарий уберем, он не своевременный, он не очень правильный и так далее. И работа при службе. Да, потому что в данном случае, ну а что мы потом предъявим журналисту? В данном случае я даже не представляю. Ну да, он получил эту информацию, он так ее воспринял и так ее переложил. А позвольте я поясню, что вы говорите, мы предъявим журналисту? Мне вот как раз эта ситуация не до конца понятна у нас, потому что предъявить-то можно. Откуда ты берешь эту информацию? Покажи источник информации. Но эта информация уже сработает негативно. Сейчас очень многое работает на эмоциях. Да, у нас вообще век эмоций, когда у нас существует всплеск, да, как всплескивается информация, получается определенный резонанс, да, и вот то, что хотели получить без особого анализа, да? Собственно говоря, я про что говорю? Мы все-таки говорим не про официальный журнал, мы говорим не про газету, мы не говорим про официальные СМИ. Социальная сеть, прежде всего, это была создана для общения. То есть ты имеешь право высказать свою позицию. То есть как тебя могут привлечь за свою позицию? На выходе получается, что могут. И сегодня как раз, к слову, Марк Цукерберг уже заявил, что у него есть ряд проблем с управленческими органами Соединенных Штатов Америки, поскольку они предъявили ему громадный иск, если я не ошибаюсь, то по каждому из пунктов это 40 тысяч долларов, по поводу того, что каким-то образом он собирал ненужную для них информацию. Может быть, я немножко неправильно сейчас трактую, но суть в том, что социальные сети начали привлекать с точки зрения, пока рублем, что называется, но также могут совершенно спокойно привлекать и с уголовной ответственностью, как разжигание, например. Это может быть и социальные сети сейчас являются как раз одной из методов доказывания. Например, я могу сказать о том, что для того, чтобы добыть какие-либо доказательства, у нас сейчас есть система, ты приходишь в нотариус, составляешь протокол осмотра сайта, фиксируешь, и даже если это потом убрали, вот этот протокол осмотра сайта у нотариуса, это является доказательством в случае чего там, либо нарушения прав, либо еще чего-то. То есть эта информация, она может быть сохранена. Поэтому здесь очень важно действительно осознавать, что социальные сети, это не способ просто высказать свое мнение, они монетарируются многими, и способ их использования у нас на самом деле законодательно до конца не закреплен. Поэтому сказать о том, что кто-то взял информацию социальных сетей и неправомерно ее использовал, это неправильно, начинается наоборот. Кто имел право разместить эту информацию в социальных сетях, то есть это проще доказать, это укладывается в систему нашего правосознания, то есть вот тот и несет ответственность. То есть вот это должностное лицо и будет нести ответственность за то, что он разместил, а не журналист, который каким-то образом забрал эту информацию и использовал. То есть послушайте, Светлана Сергеевна, то, о чем вы говорите. Всегда, хотя это чисто человеческое понятие, что, знаете, можно много писать на эмоции, но если говорить про все-таки ключевое и правильное слово public relations, это все-таки не только СМИ. Вот скажите, насколько трудно или, может быть, у вас как раз просто, потому что мне импонирует то, что вы человек открытый, вы пришли, вы рассказали, вы человек заинтересованный, в конце концов, и еще, что очень важно, вы человек, который радеет за свою профессию, это принципиально важно. Но насколько сложно, вот на ваш взгляд, работать, например, с главными врачами, с главными врачами клиник, с президентами клиник, потому что нередко это те люди, которые выросли несколько в других условиях, и вот они совершенно не готовы, например, вести какую-то публичную жизнь. Хотя вот ты пытаешься, например, донести, что зачастую вашим же пациентам не так важно то, что вы расскажете про новый препарат, как они увидят, что вы на самом деле потрясающий папа. Вот в этом ключе как работа ведется? Полностью с вами согласна. На самом деле в своем докладе Константин упоминал о том, что у нас медицинская сфера, она до сих пор достаточно закрытая. Тихая, не публичная. И, как правило, это все идет от главных врачей. Если мы посмотрим по Ивановской области, то главные врачи наши в основном не ведут свои личные странички в социальных сетях. Очень мало страниц и обновляемых сайтов у самих медицинских учреждений. Но если сравнить, так скажем, возрастные категории, то главные врачи, которые более молодого возраста, они понимают эту необходимость выхода в публичную плоскость, донесения информации, предоставления информации населению. И здесь мы видим, конечно, что и сайт работает, и странички есть в соцсетях. И удовлетворенность медицинской помощи по больнице выше, чем в других учреждениях. И сейчас, на мой взгляд, в пациентском сообществе вообще происходит подмена понятий, поскольку пациентам очень сложно оценить качество медицинской помощи. Они, как правило, оценивают это качество, но со своей точки зрения, своего восприятия. Конечно, они могут оценить результат, например, лечения, но опять по-своему. И, как правило, эта оценка идет именно с предоставлением информации врачам, как с пациентом поговорили, все ли устроило в отделении, вплоть до питания. И они за счет подмены понятий считают, да, мне здесь качественно оказали услуги, я попал без очереди, я записался быстро. Это все идет в разряд качества у пациента именно. Именно поэтому важно медицинской организации выходить в публичную плоскость, ввести сайты, социальные сети, доносить информацию до пациентов. Сайт – это, наверное, ключевое, то, что должно быть у медицинской организации. Это, в общем-то, тот самый документ, как у каждого человека паспорт. Вы знаете, вот еще буквально по одному вопросу, и мы сейчас прервемся на короткую паузу, чтобы мы увидели, какие вопросы нам задали телезрители и наши коллеги. И вот вопрос все-таки вам по поводу главных врачей. И вот жизнь в социальной сети, она очень непростая, и она во многом берет на себя громадное количество обязательств, потому что ты должен понимать, что ты пишешь, разумеется. Многие боятся писать, потому что они читают других, понимают, что эпистолярный жанр у них слабоват. Но все-таки это делать надо. Депутатов уже обязали, например. То, что появился на заседании Государственной Думы, сделай селфи, дружище. По-моему, круто. По-моему, реально здорово. Я там не знаю, по поводу не будем, подпишись под моей страницей. Но, тем не менее, мы во всяком случае действительно увидели, что он хотя бы появился на заседании, что уже неплохо. Отслеживать явку. Вот, да. По геолокации. Как быть еще с одним очень тонким моментом, потому что, к сожалению, мы сейчас пришли к тому времени, что очень тонкие, правильные, сатирные статьи читает не такое большое количество людей. Люди, огромное количество людей обращают внимание на фотографии. Вот первое – это фотографии. Как вот с этим быть? Нанимать профессионального фотографа в клинику? Или все-таки привлекать молодежь, которая это умеет, знает? Ну, смотрите, Константин, как вариант, если это небольшая клиника, вменить в обязанности пресс-секретаря фотоотчет с мероприятия вполне возможно. Если это крупная медицинская организация, где формируется пресс-служба, где есть на это финансовые возможности, ну, почему бы не нанять фотографа, который будет делать фоторепортажи с учетом сохранения врачебной тайны, что очень важно, да? Это правильно. Ирина Юрьевна, вопрос вам такого характера. Все-таки вот меня очень интересует, если не ошибаюсь, лет, не ошибаюсь, 11 лет назад в финансовой академии была защищена кандидатская диссертация по поводу интеллектуальной собственности. Вот как трактовать то, что пишет какой-нибудь ведущий спикер, он рассказывает про свое изобретение, пишет об этом в социальной сети, потом кто-нибудь у него берет и рассказывает о том, что, собственно говоря, ну, просто крадет плагиат эту идею и реализует ее в своих амбициозных целях. Как-то можно доказать то, что вот этот человек, он исходно первый написал вот это в социальной сети? Знаете, я думаю, что нет, потому что сама конструкция интеллектуальная, если уж говорить об интеллектуальной собственности, без патента, без... Да, интеллектуальной собственности, она связана с тем, что ты должен, ну, если это касается какого-то изобретения, оно должно быть запатентовано, то есть определенный ряд действий из подготовки документов, которые необходимо сделать, направить, да, и совершить определенные действия, чтобы это было... Твое право должно было быть обозначено, а если мы говорим, допустим, об интеллектуальной собственности на какие-то произведения, там, статьи и что-то еще, да, то в данном случае, ну, сложно его защищать, потому что это всегда граничит с определенной научностью, что мы все там опубликуем ту или иную информацию и говорить о том, что в последующем будет легко защитить это право, то, что ты опубликовал это в статье, ну, не стоит об этом, наверное, соваться. Есть, на самом деле, другие механизмы, в том числе индекс цитирования и так далее. Последний вопрос. Слушайте, можно я расскажу буквально маленький? Вы когда начали сейчас говорить про то, кто насколько активно себя ведет, я расскажу немножко историю своей практики, короткую. Когда слишком активно врачи себя ведут? Сейчас на фоне вот этого некого, я бы сказала, истерии по поводу врачебных дел, да, то, что у нас каждая жалоба любого пациента расследуется следственным комитетом, да, ну, что начинаются материалы проверки, обязательно вызываются врачи, они даются объяснения, вот, и так как я работаю достаточно много с частным сектором, а там, в общем-то, и владельцы, и генеральные директора, они все-таки такого возраста, там, около 40, то есть они активные пользователи, там, и гаджетов, и всего остального, и в социальных сетях. Когда мы на один из допросов приходим с врачом, он заходит туда и говорит, так, Ир, Ир, подожди, сейчас я селфи сделаю. Я говорю, боже мой, селфи социально, ой, с лесного комитета. Он социализировался, он социализировался. Да, поэтому вот это вот вторая сторона, да, на слишком большой активности, что, наверное, не все нужно выкладывать, что ты хочешь выложить. Разумеется, не все, пусть это останется в памяти телефона, и потом это можно будет посмотреть. Что делать с такого рода информацией? Скажем, один известный хирург, онколог, плюс известный гинеколог и вместе с тем еще и кардиолог начинают глистами лечить варикозную болезнь вен. Глисты – это в виде каких-то препаратов. И вот берут просто фотографии, берут вот этих академиков и публикуют такой материал. Как их наказать, вот этих людей? Вы знаете, я бы, наверное, здесь говорила об определенном введении в заблуждение, да, то, что здесь определенное есть, ну, с одной стороны, все-таки это не оказание медицинских услуг, поэтому здесь статья связана именно с медициной. Почему? Хорошо, это напрямую препарат. Пусть это будет биологически активная добавка, но… Но если рекламная деятельность, то рекламная деятельность берут известных людей, которые не согласны, которые об этом не знают. А, использование изображения, все, здесь у нас, ну, наверное, именно, что использование фотографий, да, и введение в заблуждение лиц о том, что те или иные сведения являются достоверными, так как мы можем идентифицировать, кто это распространил, да, ну, соответственно, можно эту информацию именно в рамках административного и уголовного преследования говорить о том, что они вводят в заблуждение неограниченный круг лиц в отношении конкретных препаратов, возможности их использования. Доказать реально? Учитывая то, что мы знаем лиц, которые вводят в заблуждение, потому что они распространяют информацию. Нет, мы не знаем, мы не знаем, это какие-то конторы, мы, к сожалению, всегда можем найти IP-адрес их, вот как вот с этим быть, это ситуация… Это сложнее, если сложно определить, кто это непосредственно, конечно, это будет сложно очень, потому что я вот в своей практике знаю, когда у меня медицинское учреждение, они просто с ума сходили, когда появлялся второй какой-то сайт, который использовал их лицензию, они публиковали на сайте их лицензию, и мы никак не могли бы прокуратуру, наверное, месяцев 9 вынимали жалобами различными, чтобы они как-то отреагировали просто на адрес. То есть они спускают и стагнируют эту историю? Да, да, на сегодняшний день почему-то вот это вот как бы нежелание работать с этой ситуацией, именно связанной с сайтами и с использованием недостоверной информации, нарушающей права других лиц. А доходят, как правило? Вот этот пример, оно, вы знаете, мы просто, они в результате было несколько выходов полиции по адресу тех людей, которые это распространяли, выдавали информацию, которая была недостоверна, и они просто закрыли этот сайт, то есть мы вот этого добились, но привлечь кого-то к ответственности, в общем-то, наши контролирующие органы это не сделали. К сожалению, да, я знал, что я это услышу, очень хочется верить, что все-таки наши службы, они есть, они существуют, которые способны, на самом деле, пойти найти и IP, и кто, и как, просто им не очень хочется, видимо, этим заниматься, потому что это рутина, это рутина. Светлана Сергеевна, Ирина Юрьевна, давайте мы сейчас на 3-4 минутки уйдем и дождемся вопросов, на которые мы будем готовы ответить. Уважаемые коллеги, друзья, я вам напоминаю, что мы в прямом эфире на Первом медканале, меня зовут Иванов Константин, и у нас сегодня в гостях Москвина Светлана Сергеевна, заместитель главного врача по педиатрии Ивановской областной клинической больницы, Светлана Сергеевна, и Ирина Юрьевна Гриценко, специалист в области медицинского права и урегулирования споров по качеству оказания медицинских услуг. У нас есть вопросы, это, надо сказать, мы это ожидали. Готова отвечать? Готова. Готовы? Готовы? Да. Ну, конечно, прямой эфир, поэтому иначе быть не может. Девушка Юля задает вопрос, есть ли обязанность у средств массовой информации согласовывать текст, сюжет перед публикацией с тем специалистом медорганизации, кого вы интервьюировали? Я могу сказать сразу, что нет у них такой обязанности, причем ты когда даешь, поэтому это моя особенность, что ты должен точно сразу понять, что нужно давать, что не нужно, потому что потом все, что, допустим, они делают, они вырезают, склеивают и так далее, это все делать, и потом, естественно, те никто, тем более федеральные каналы с того ничего согласовывать не будут. Можно я добавлю? Да, конечно. Вопрос, конечно, такой обязанности нет, но надо всегда понимать, что журналисты в телевизионных каналах недостаточно информированы и ориентируются в медицинской информации, поэтому, если они не хотят подать этот материал неправильно, и чтобы это знающему медицинскому лицу не смотрелось смешно, проще говоря, оптимально, конечно, согласовать этот текст и комментарий с каким-то медицинским профессионалом, чтобы он посмотрел. Это будет и телеканалу выгоднее, что они будут уверены, ляп никакой не допустят, да, и медицинская организация еще раз в правильности убедится. Конечно, и они в любом случае могут заручиться поддержкой этой организации, потому что специалист будет уважать того журналиста, который будет брать то или иное интервью. Виктория, почему пациент должен доказывать, что публикация его фото в клинике как-то ему навредила? Но давайте я вам, Виктория, наверное, сразу отвечу, что если ему это фото никак не навредило, и уж тем более не фото в клинике, а мы говорим про фото в социальных сетях, если его это все устраивает, конечно, он ничего не должен. Вопрос стоял иначе. Если ему не нравится эта фотография, если он считает, что затронуты его права как раз, и в вот этот вопрос я задал Ирине Юрьевне, и еще раз его вам адресую. Что с этим делать? Смотрите, элементарный пример. Человек пришел к специалисту, к венерологу, его там сфотографировали и разместили в социальных сетях. После этого произошел, там, жена зашла на сайт, посмотрела, спросила, почему ты там был, после этого распад семьи. Какой здесь ущерб? Он сказал, я лицо клиники теперь. Ладно, я же подошел тебе, что сказать, если меня сохранилось. А в принципе, здесь возможно доказать, чтобы были определенные последствия. Но если просто человека зафиксировали, что он там находится, то никаких последствий не возникло. Но сегодняшняя позиция судов стоит на том, что для того, чтобы доказать, что ваши права, нужно недостаточно доказать, что ваши права нарушены, но и доказать, какой ущерб был вам причинен. И в этом случае вы имеете право, потому что вы приходите в суд, что не просто так сказать, мои права нарушены. Окей, да, ваши права нарушены. Но вы же хотите какую-то моральную компенсацию, а чтобы принять решение о моральной компенсации, необходимо все-таки предоставить информацию, насколько ваше эмоциональное состояние ухудшилось в результате размещения этой фотографии. Еще осложнение. Светлана Сергеевна, а мне кажется, что просто врачи не должны публиковать такого рода материала, и не будет никаких проблем. Как вы считаете? Кстати, я полностью согласна. Врачи, когда делают какие-либо фото... Вы понимаете, очень часто фото делается для того, чтобы, например, показать студентам, показать другим врачам, коллегам, посоветоваться. То есть надо понимать, как делать это фото, не нарушит ли оно личную жизнь пациента, если они его куда-то выложат. Например, почему бы не сфотографировать сыпь, если она редкая какая-то, у ребенка, например, чтобы не посоветоваться потом с коллегами. Не надо фотографировать лицо пациента. Я вам более того скажу, да даже, может быть, и лицо можно фотографировать, если есть какая-то редкая патология. Да в принципе есть патология. Но не выкладывать. Если есть сеть, сыпь, это не надо выкладывать. Это с точки зрения того, о чем мы говорим с позиции 21 века, с медицины будущего, о том, о чем говорил еще Эрик Тополь. То, что это потом, может быть, поспособствует и сформируется какая-то нейросеть, которая доктору же поможет, и искусственный интеллект как раз быстрее поставит диагноз. Но это не должно размещаться в социальных сетях. Маленькое добавление, что это как раз в данном случае, это оговорено в законе об охране здоровья граждан Российской Федерации, что информация, допустим, которая относится к врачебной тайне, она может использоваться в рамках научных исследований, обсуждения с коллегами, обучения, то есть это как обучающее. Но для этого, естественно, не нужно ее выкладывать и выносить на суд, не врачей, скажем так, не ограниченного круга лица. Максим, часто отрицательные отзывы пишут свои же. Много сайтов, где на написание отзывов не нужна регистрация. Как быть, пойти к нотариусу или к суд? Ну, а для чего их фиксировать? Я абсолютно согласна, что должны быть отрицательные отзывы. Более того, у меня тут недавно был случай. Для чего? Часто отрицательные отзывы пишут свои. Свои, свои врачи имеются в виду. По всей видимости. Которые заходят. Которые заходят. Светлана Сергеевна, давайте не будем витать в облаках. Но не пишется это анонимно. Я не так давно повторил свой пост, который я написал в прошлом году по поводу этики общения, этики и дентологии. Общение пациента и врача, врача и врача. Очень тонкий и сложный момент, который я не знаю, как должен быть. С одной стороны, безумно раздражает, когда умный именитый доктор говорит молодому специалисту, который пытается вступить в дискуссию вежливо, иди учим отчасти. Изумительная такая фраза. Ну и естественно, молодой доктор зажимается, потому что специфика медицины подразумевает то, что если он чуть выше тебя, то к нему навыешь опытом. И вместо того, чтобы ему дальше стремиться, он этого испугался, и он уже не напишет этому человеку. Или другая проблема. А как быть с этим доктором, который, простите, лечит абсолютно недоказательно, используя ту же самую гомеопатию, позиционирует себя супердоктором и говорит то, что вот эти все академические врачи, они собственно говоря, никто. Разумеется, хочется как-то в не самой лестной форме ответить. Поэтому вот этот этический момент, он очень тонкий, и я думаю, что здесь надо собираться большим медицинским сообществом и эту проблему обсуждать, потому что эта проблема, она будет расти, я вас уверяю как раз. Сейчас много сайтов, каталогов врачей с возможностью оставлять анонимные отзывы. Если врач вообще не давал подобному сайту согласия, каким образом привлечь к ответу за использование персональных данных? Тот же самый вопрос, собственно говоря. Я думаю, что как раз... Ответ, причем содержится в самом вопросе, да, про персональные данные. Вот смотрите, есть, например, сайт, чтобы не без рекламы, так скажем, да, есть сайт, на котором размещают доктора информацию о себе, где пациент может оставить отзыв. Да, очень часто пациенты оставляют отзывы негативные, не часто бывают такие ситуации, оставляет пациент негативный отзыв, с которым доктор не согласен. И на данном сайте дается возможность опровержения. Доктор опровергает администрации сайта, подтверждая это фактами, что такого не было, или пациент неправ, он распространяет недостоверную информацию, и тогда администрация сайта публикует, что данный отзыв недостоверен. У нас сейчас еще контролирующая организация, еще Роскомнадзор, которые взяли по свое шефство, да, там, допустим, контроль того, что размещается в интернете, скажем так. Поэтому способы борьбы, да, написать, во-первых, администрации сайта, как вы сказали, да, о том, чтобы убрали, допустим, какую-то информацию врачу, если он не давал информацию на размещение. А если они, соответственно, на это не реагируют, то все-таки сейчас нарушение закона о персональных данных, это достаточно серьезное нарушение, можно, соответственно, написать уже в Роскомнадзор, там, иные, подумать, там, прокуратуру, опять же, о том, что просто сайт закрыли, потому что они нарушают права врачей. Ирина Юрьевна и Светлана Сергеевна, последний вопрос, как раз, собственно говоря, мне сегодня так с вами комфортно и удобно, вы сами его задали. Вопрос о персональных данных. Вот он стоит во главе угла, действительно, потому что есть ряд тех врачей, которые не хотят, чтобы вот о них знали, не хотят, чтобы размещали фотографию. Мне это слышать в современном 21 веке чудовищно, потому что прежде всего врач сейчас обязан знать и понимать, ну, хотя бы обладевать понятием public relations, либо он не выживет сейчас. Вот как быть с этим пациентом? Потому что вот есть защита о персональных данных. Он же действительно, вот если он не хочет, ему не может главный врач сказать отмашку, вот я хочу тебя разместить на нашем официальном сайте. Вот ты у нас такой вот гений, маститый, там, не знаю, пластический хирург, он говорит, Петр Андреевич, а я вот не хочу. Как быть этому врачу? Константин, смотрите, у нас есть федеральное законодательство, о котором мы с Ириной Юрьевной говорили уже, 323 федеральный закон, 326 ФБМС, когда медицинская организация должна и обязана размещать информацию о врачах, информацию о квалификации. Но они могут лицензию разместить. Хорошо, лицензия врача и его квалификации. Он там проработал в клинике 7 лет, у него есть лицензия на деятельность, например, гинеколога. А дальше он не дюбл. Нет, нет, вы знаете, там должна быть более подробная информация размещена, и в том числе 956 Н приказ Министерства здравоохранения о независимой оценке качества. Прям структурирует четко информацию, по графам не назову, но там должна быть информация вплоть до ФИО, где учился, когда сертификационные циклы проходил и так далее, и так далее. Да, сейчас хорошо. Фотографию. Да, и фотографию. То есть фотографию он обязан разместить? Ну смотрите, когда врач устраивается на работу в медицинской организации, он подписывает согласие об обработке персональных данных, как и все на устройстве любого рода. Вот, вот, вот. И вот в этом согласии он пишет, где имеет право. Если он не подписывал, вот это согласие. Где имеет право разместить информацию. Мы, например, есть такие ситуации, что врачи не любят носить бейджики. Я не знаю, как в других учреждениях, да, но часто сталкиваемся, не любят носить бейджики. На бейджике написана персональная информация, фамилия, имя, отчество, должность, где работает, да. И здесь, например, два пути. Либо не писать фамилии, имя, отчество, а только какой врач, там врач-терапевт и какое отделение, да. Либо в согласии о персональных данных внести дополнительный пункт, что его информация будет отображена. Ну то есть в любом случае, да. Самое главное, это чтобы это все было задокументировано. И тогда не будет проблем. Я считаю, что Светлана Сергеевна, Ирина Юрьевна, что у нас получилась достаточно живая, интересная дискуссия. Думаю, что в следующий раз имеет место встречи такой вопрос, как в принципе, исходя из понятия Public Relations, как же создать и что такое правильный образ врача, врач 21 века. Большое спасибо за дискуссию. С вами в эфире был Иванов Константин. Это Первый медицинский канал. Присоединяйтесь к нам.